Здравствуйте наши уважаемые зрители и подписчики! В этом видео мы поговорим о таком майском лекарственном растении, как акация белая. Акация белая – вид рода акация семейства бобовые или мотыльковые. Род крупный, включает около 550 видов древесных ландшафтных растений, большинство из которых широко представлены в Австралии. Акация – это крупное дерево до 25 метров высоты, крона ажурная, раскидистая, широко цилиндрическая, диаметр ствола иногда достигает 1 метра. Молодые побеги вначале слегка опушенные, затем голые, от оливково-зеленых до блестящих красновато-коричневых оттенков. У более взрослых растений толстая, растрескавшаяся кора, серо-бурого цвета с глубокими продольными трещинами. Корневая система мощная, стержневая, разветвляющаяся, диаметром 12-15 метров. Примечательной особенностью корней являются симбиотические отношения с азотофиксирующими клубеньковыми бактериями, которые разрастаются, образуя клубеньки, благодаря которым растение может хорошо развиваться даже на почвах достаточно бедных азотов. Листья очередные, сложные, непарно-перистые, с 9-17 овальными или продолговатыми листочками, с прилистниками, видоизмененными в колючке. Цветки белые, душистые, обоеполые, зигоморфные, с двойным околоцветником, в кистевидных соцветиях, собранных в общую метелку. В основании лепестков находятся нектароносные железки, зависть верхняя, цветет уже в 6-летнем возрасте, с мая по июль. Плодоносит осенью, в конце сентября, нередко бобы акации висят на деревьях до конца зимы. Акация широко распространена. Это ландшафтное растение африканских саванн и австралийских зарослей. Происходит из Северной Америки, натурализировалась во многих регионах планеты с умеренным климатом. В Украине растет фактически повсеместно. В России семена акации белой впервые были высажены в начале 19 века. В Никитском ботаническом саду Крыма они появились в 1813 году. В настоящее время растет в культуре как декоративное растение в парках и на бульварах, а также в смешанных и чистых насаждениях. Самые большие площади акации сосредоточены в лесостепной и степной зонах. Может произрастать на любых почвах, но предпочитает влажные, легкие, плодородные почвы. Растет довольно быстро, особенно до 10 лет. Теперь мы остановимся на химическом составе акации. В цветках икоре акации белой содержится гликозид рабинин. В сушеных лепестках на стадии бутона рабинина 3,6%, а в распустившихся цветках от 1 до 1,5%. Кроме того, в цветках обнаружены бикробин, бикверцетин, а также жирное эфирное масло, содержащее метиловый эфир антрониловой кислоты, индол, гелиотропин, бензиловый спирт, линолол, альфа-терпенеол, сложные эфиры салициловой кислоты, метиналтронилат, витамины, минералы, тонины, гликозиды, сахара, органические кислоты. В древесине акации содержатся флавоноиды, робинетин, дигидроробинетин, физетин, робтин, робтеин, бутеин, ликвартигенин, танины. В коре молодых побегов танины, пектины, слизи, жирные масла, витамины А и С, а также фитостерин и токсичный протеид робин. В листьях найдены гликозиды индикан, эсерингин, витамины А и С, аскорбиновая кислота, флавоноиды, акацетин и его гликозид акацеин, апигенин, кверцетин, лютиолин и дубильные вещества. В плодах обнаружено жирное масло до 15%, пектины и слизи. При изучении фармакологических свойств препаратов на основе робинина акации белой выявлено выраженное мочегонное и гипоазотемическое действие. Кроме того, цветки белой акации проявляют спазмолитическое, гипотензивное, отхаркивающее, жаропонижающее, кровеостанавливающее, противовоспалительное, вяжущее и мочегонное свойства. Масло акации имеет выраженное противоревматическое, инсектицидное, бальзамирующее, возбуждающее и антисептическое действие. Лечебные свойства присущи акациевому меду, содержащему в большом количестве фруктозу. В контексте изложенного хотелось бы сделать небольшую историческую справку. Белая акация в Европе появилась в первой половине 17 века, когда стали завозиться американские виды деревьев и кустарников. В культуре акация с 1601 года Северная Америка, в России и Украине с начала 18 века. Экземпляр, посаженный в 1601 году в Королевском саду с садовником французского короля Генриха IV, является наиболее старым деревом Парижа. В народной медицине препараты акации используются давно и успешно. В первую очередь при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре, при почечно-каменной и мочекаменной болезни, тромбофлебите, радикулите, миозите, остеохондрозе, ревматизме, невралгии, простуде, в качестве спазмолитического, гипотензивного, противовоспалительного, диуретического, отхаркивающего, жаропонижающего средства. Настойку от цветков акации используют наружно при ревматизме. Кроме того, цветки акации белой входят в состав лечебных сборов, в частности мочегонных, а также применяемых при лечении первой стадии гипертонической болезни. Водный настой цветков акации в смеси с корневищами пырея применяли для лечения острых и хронических циститов. Горячий отвар или спиртовую настойку коры молодых веток акации также применяют при обострении гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности желудочного сока и запори. Немецкая народная медицина спиртовую настойку коры молодых ветвей акации рекомендует при гипероцидном гастрите, в домашней косметологии эфирное масло акации белой применяется как добавка в кремы и лосьоны для ухода за чувствительной и сухой кожей. Что же касается заготовки сырья, то здесь особых затруднений нет. С лечебной целью заготавливают цветки, листья и кору молодых побегов. Цветки заготавливают в начале цветения в полураспустившемся состоянии, обычно это середина мая. Сушат в тени под навесом, в хорошо проветриваемом помещении или сушилках при температуре 40-50 градусов. Кору и листья собирают в течение всего периода вегетации. Хранить сырье без потери лечебных свойств можно в течение двух лет. Следует иметь в виду, что при заготовке древесины могут быть также острые отравления, сопровождающиеся недомоганием, тошнотой, рвотой, головной болью и сонливостью. Поэтому обращаем ваше особое внимание на этот момент при ее заготовке. Мы в свою очередь заготавливаем в основном цвет белой акации, так как сфера его применения очень обширна и менее опасна в контексте возможных отравлений. В продолжении хотелось бы также отметить, что семена, кора и корни акации белой ядовиты. При несоблюдении дозировки возможны отравления, проявляющиеся общим недомоганием, тошнотой, рвотой, головокружением, диареей, болью и сжением в желудке, сонливостью. В подобных случаях необходимо быстрое промывание желудка, назначение адсорбирующих средств и симптоматическое лечение под наблюдением врача. Что ж, на этом у нас все. Надеемся, что данная информация была для вас полезной. Подписывайтесь на канал Живые Травы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А мы желаем вам крепкого здоровья и творческих успехов в деле освоения лекарственных трав.